Прошло второе заседание общественной палаты городского округа Люберца. На встрече утвердили точный перечень комиссии палаты и их председателей. Кроме того, одной из тем повестки дня стали вопросы реализации программы «Доступная среда». Общественники планируют провести мониторинг объектов торговли на предмет доступности для маломобильных групп населения. Из 45 участников общественной палаты городского округа Люберца на втором заседании присутствовали 33 члена. Заседатели утвердили списочный состав комиссии, также председатели и заместители комиссии палаты. Члены общественной палаты должны утвердить регламент общественной палаты городского округа Люберца. Регламентом общественной палаты в соответствии с действием законодательством устанавливается порядок участия членов общественной палаты в ее деятельности, сроки и порядок деятельности председателя общественной палаты, ответственного секретаря, заместителя общественной палаты. Новшеством стал тот факт, что граждане, не вошедшие в комиссию палаты, теперь смогут участвовать в общественной жизни округа в качестве консультантов-экспертов в некоторых вопросах. Это те люди, которые по определенным причинам не вошли в состав общественной палаты, но они являются потенциальным резервом на ее попадание. И чтобы узаконить их присутствие на заседаниях комиссий, есть данное положение. Структура такова, его принятие. Каждый человек, который имеет желание вступить в общественную палату, в статус консультанта-эксперта, пишет заявление на имя председателя. Затем положение согласовывается с председателем комиссии. После принимается решение, какой статус займет консультант-эксперт в общественной палате округа. Также на совещании основным пунктом повестки стала доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями. В каждом объекте должен быть паспорт доступности. В каждом объекте сотрудники должны быть проинструктированы на предмет общения с инвалидами и маломобильными группами, на предмет их сопровождения по этому объекту. Ну и, собственно, для разных категорий они должны быть в определенном ключе адаптированы. То есть не только для колясочников. Дмитриенко отметила, что объекты не нужно полностью переоборудовать, а скорее доадаптировать до определенных категорий граждан. Например, пятиэтажные дома не для всех инвалидов можно усовершенствовать. Инвалидов много. Были выбраны определенные категории с определенными привязками. То есть, если, например, инвалид проживает в пятиэтажке, то мы для этого пилотного проекта брали только слабовидящих. То есть вот пятиэтажки для слабовидящих можно адаптировать, остальных нет. Дмитриенко уточнила, что 364 подъезда – это далеко не все дома, где проживают инвалиды. За один год адаптировать все здания, к сожалению, не удастся. Но в следующем году власти, коммунальщики и участники общественной палаты продолжат мониторинг домов на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп граждан. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.